Лечение пациента в онкодиспансерии не начинается без анализов на кровь. От работы Ольги Чувардиной вот уже 40 с лишним лет зависит, каким образом будет идти борьба за выживание. Будь то химиотерапия, лучевое лечение или другие способы. И кто, как не она, знает в нюансах, насколько серьезно с советских времен медицина шагнула вперед. Поставка сейчас идет реактивов, уже целенаправленно. Все разведено, все в коробках, раньше мы все это получали в цистернах, во всяких стеклянных пробирочках, колбочках, сами все разводили. Рубцовский онкодиспансер оснащен оборудованием мирового стандарта. Это и универсальные операционные столы, современные мониторы и видеогастроскопы. То, что неизвестно обывателю даже на слух, является хорошим подспорьем в выявлении онкологии. Последнее оборудование доставили накануне. Поставка по нацпроекту обошлась в 29 миллионов рублей. Мы, в принципе, научились лечить пациентов уже исходя из анализа той патологии, которая у него есть, даже на молекулярном уровне, на молекулярно-генетическом уровне. И поэтому за последние годы в практику внедрено лечение многих нозологий современными препаратами. Раньше, к сожалению, это лечение было не совсем доступно. Сегодня Рубцовский онкодиспансер – единственное специализированное учреждение подобного плана для 300 тысяч человек из 12 районов края, таких как Локтевский, Угловский и Змейногорский, которые достаточно удалены от Барнаула. Анна Рашагирова, День с толком.